Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Александра Ахлопкова. Вот только что завершилось ежегодное послание главы республики. Это седьмое по счету выступление Егора Афанасьевича. Можно сказать, что послание – это главный функциональный ведущий документ, который во многом определяет стратегию развития нашей республики в ближайшие годы. Со мной рядом стоит участник сегодняшнего мероприятия Нина Александровна Наговицына, учитель математики Якутской городской классической гимназии. Егор Афанасьевич только что отметил, что к следующему году нужно наиболее уделить внимание по эффективности работы в сфере образования. Что вам больше всего понравилось и как решить эту проблему? В своем выступлении Егор Борисович сейчас подчеркнул, что в этом году нужно уделить большое внимание по работе с одаренными детьми. Уже выделены стипендии Малой Академии Наук для детей, для учащихся, достигших определенных результатов. И самое главное интересное, что в 2018 году впервые проведутся интеллектуальные игры «Юность Севера». В нашей республике будет уделяться не только физическому воспитанию детей, но еще и интеллектуальному. И мне, как учителю, эта весть очень обрадовала. Далее к нам подходят уже Виктор Николаевич Станиловский, глава Нюрнегринского района. И очень, ну, главное, безусловно, это послание, главный, скажем так, ориентир для всего, всех муниципалитетов, скажем так. И что интересно вы услышали для себя. Да, и давайте остановимся по программе приселения из Ветхого Аварийного Фонда. У вас как с этим обстоят дела в районе? Знаете, у нас приселение из Ветхого Аварийного Фонда, значит, программа исполняется очень серьезно. Потому что все абсолютно поселения, к которым подошли, ответственно, ответственно. Сегодня строятся дома. Строятся дома в поселке Чульман, строятся дома в городе Нерингре, строятся дома в поселке Серебряный Бор. Беркакицы выкупают жилье на вторичном рынке, чтобы вот наши жители Нерингринского района уже в 21 веке жили действительно достойно в хорошем, качественном и теплом жилье. Егор Афанасьевич, оказывается, намерен с общими усилиями и с главами других регионов продлить эту программу с сентября 2017 года. Нужно ли это? Вы знаете, это нужно. Потому что действительно у нас многие жители поселений живут в Ветхом Аварийном Жиле, построены еще при, будем говорить, бамовцами. И одна из таких важных проблем – это, знаете, переселение жителей села Йенгра. Потому что жители села Йенгра – это же коренные наши жители. Это жители, которые привели первых геологов к богатствам Южной Якутии. Это жители села Йенгра, которые сохранили язык, этнос. И у них сегодня действительно есть проблема. И вот, вы знаете, в послании прозвучала очень серьезная задача. И мы, как муниципальные служащие, эту работу уже проделаем. Вот я на примере уже сегодня встретился с министром строительства нашей республики. И мы эту проблему озвучили. И сейчас мы для нее работаем, чтобы жители села Йенгра тоже попали в хорошее... То есть им построили хорошее, качественное, добротное жилье в нашем 21 веке. А помимо этих, у вас что интересное здесь стало? Вы знаете, у нас промышленный район. И самое главное, наверное, в том, что развитие промышленности, наполнение бюджета, создание новых рабочих мест. И одна из самых главных задач, это сегодня, чтобы наша молодежь, наша молодежь, которая заканчивает школы, которая сегодня учится в средних, специальных и высших учебных заведениях, не уезжала из республики, потому что развитие производства и стратегии развития республики до 30-го года очень серьезная веха, которая позволит нам создать огромное количество рабочих мест, причем высокоплачиваемых рабочих мест. Сегодня в 21 веке нужны молодые люди, которые обладать уже будут новыми знаниями. Придет новая техника для освоения производственных, он не говорит, сегодня для освоения наших богатств, наших недр. И эта новая техника нужна, нужны новые кадры, кадры квалифицированные, кадры, которые действительно помогут республике достичь очень серьезных результатов и занять ведущие позиции именно в производстве и производительности труда в Российской Федерации. К нам подключается народный депутат Гаврил Николаевич Алексеев, он также является заместителем генерального директора по финансам и экономике открытого акционерного общества Сахаэнерго. И действительно огромное внимание было уделено блоку ЖКХ, и в условиях жесткой экономии, скажем так, как мы видим развитие локальной энергетики в ближайшие годы. Ну, вначале я бы хотел сказать, что Егор Афанасьевич озвучил основные параметры нашей экономики, да, это в целом валовый региональный продукт составил 792 миллиарда рублей по этому году, это относительно прошлого года прирост 2%, необходимо отметить, что это в целом по России есть у нас не такой уж хороший показатель, мы находимся на уровне 0%, то этот показатель нашей республики, это очень хороший. И на следующий год мы прогнозируем прирост порядка 3%, тоже это очень существенный рост, который в том числе нам дает хоть небольшой, как бы, как скажем, резерв в плане увеличения собственных доходов, о котором сказал сегодня Егор Афанасьевич. Действительно, мы в следующем году ожидаем большие изменения по локальной энергетике, да, в целом по энергетике республики это наш самый главный закон, который сейчас рассматривает в Государственной Думе о выравнивании тарифов на электроэнергетику, да, и я, как и все жители республики, надеемся, что этот закон будет принят в ближайшее время и начнет действовать буквально с 1 января следующего года. Ну, к сожалению, он пока рассматривается. Я думаю, что с принятием этого закона наша республика, наша промышленность, наши работодатели почувствуют экономику, получат второе дыхание и еще дальше будут работать, еще больше. Спасибо. Спасибо.